Всем привет, давайте посмотрим, что нам доступно в великолепной игре Rust на данный момент, обо всех изменениях, обновлениях и так далее. Так, вот опять они, опять проблема с FPS, FPS падает, но они потом опять решают, то есть это нормально, то у них FPS падает, то нормально, то падает, то нормально. Ну что ж, let's go, я тут себе список составил, ну они на прошлой неделе, которая закончилась, да, проработали что, текстуры в первую очередь, добавили текстуры домов, я уже делал это прошлое видео, и вот они были рады, что наконец-то они это сделали. Потом опять вернули спальный мешок, вот он спальный мешок, мы его сейчас сделать не можем, и вообще можно сделать, по-моему нужно дерево или что-то еще, или шкура. Потом исправили ошибки урона, ну да, когда ты там стреляешь, там тоже такой баг был. Так, потом список серверов, да, добавили сортировку, раньше и не было, видите, мы нажимаем на название колонок, да, например, по пингу сортирую, и у меня на первом месте, вот он, From Russia Vita Luba, Luba! Так, сортировка, потом опять они работают над тенями, тени, помните, я в прошлом выпуске говорил, что там что-то мелькает такие, типа из-за видеокарты, оказывается нет, оказывается так у всех, я видел видос на сайте разработчиков, и там то же самое было, то есть, разработчик смотрел, и там везде все мелькало. Как я понял, они хотят стандартный метод создания теней, да, заменить более-менее оптимизированным. Поэтому пока какие-то баги появляются, ну в любом случае, конечно, в итоге они должны будут это все исправить. Вот красивая тень, видите, все нормально работает. Нормально. Ну, потом они написали, что добавили этот звук пердежа, дымок, видите, ну я тоже говорил это в прошлом выпуске. То есть, звук ходьбы и дымок, он будет каждый раз разный на, ну в зависимости от почвы, да, то есть на снегу там будут следы, на песку тоже будут следы. Когда мы бежим по траве, звук травы. Так, идет дальше. Там проработали тоже анимацию игрока, но мы сейчас не увидим этого. Они добавили еще варианты анимации. Потом камфайр. Ну, сделай же мне камфайр. Потом, короче, они сделали скин для Буденбокс. Эх, жалко, не получается сделать костер, наверное, пока не работает. Сделали, короче, скин для коробки. Для ящика, да. Раньше просто был ящик. Дальше, голосовой чат. Не все знают, что давно уже работает голосовой чат, не все это замечали, да. Теперь они добавили иконку. Видите, вверху. Не иконку, а типа оповещения, да. Типа, что вы говорите в чат. Вот, ну, добавился в Буденбокс. Дайте мне костер. А хотя... Костер не обязательно. Ладно, я хочу, хочу показать. Дальше. Потом они изменили печку. Печка. Вот она, печка. Наверное, нам мало. Дерево. Давайте сейчас быстренько сбегаем, нарубим дерево. Я хочу показать вам модель печки, как она изменилась. Я сейчас играю на русском сервере, да. Я, по-моему, здесь один играю. То есть здесь оффлайн. Ой, онлайн. Один человек. Я. Поэтому просто бежим, бежим, бежим. Поставим печку и построим дом. Тоже добавили элементы дома интересные. Так, не прогрузились звуки. Это плохо, конечно. Ну-ка, подождите. Так, это прогрузилось. Ладно, бывает. Но это тоже такой баг, что здесь звуки бывать не прогружаются. Так, а что нужно для печки-то, а? Дерево. Не так много дерева уже. Сколько надо? 900? Блин, а? Сколько еще дерева-то, Вася? Ну-ка, полоска двигается. Сейчас, секунду. Я помню, до этого я делал ее. Ну, как я не помню. Ну, или просто ладно, короче. Пофиг на нее. Там просто изменилась моделька, да. Я уже потом, когда сделаю, покажу вам. Теперь давайте перейдем к нашему домику. Еще раз построим немножечко его. Так, ну, во-первых, видите, теперь мы не просто какой-то квадрат оставим. А теперь мы уже визуально сразу увидим, что получится в итоге. Видите, фундамент как выглядит, да. Также и остальные элементы. То есть, например, дур. Видите, мы сразу увидим, как выглядит дверь в конечном итоге будет. Вот так. Потом давайте стенку. Вот мы видим стенку, да, белая. Вот. Белая стенка. Добавили звуки тоже. Когда ставишь стенку, такой звук такой. Ага, это у нас типа забор. Ой, ну ладно, пускай будет так. Еще смотрите, да, теперь это... Во-первых, мы не с первого раза теперь строим. Но я говорил, это они сделали, да, для тестирования. Теперь мы строим так. Ла-ла-ла. Видите, потихонечку внизу справа пишется, сколько ресурсов отнимается. Опа. Минус два дерева. Минус четыре. Это общее количество. Минус шесть. Ла-лай. Та-ла-та-ла-та-ла-та-ла. Так, а где моя... А, вот она. Да, дверной проем. И лестница. О, как красивая лестница. Тоже, видите, изменили лестницу. Раньше она уже была почти готовая. И когда мы ее собирали, там просто текстура добавлялась. А теперь просто две палки. Прикольно, молодцы. Такая вот красота. Красотища. Так, теперь смотрите, что нам еще добавили. Добавили дверь. Да, добавили дверь. Опа. Пока не сделали текстуру двери. То есть, видите, она сейчас будет без текстуры. Опа. Опа. И такой дымок, видите, идет. Как его мы строим. И дым такой. Вот дверь, да. Она, конечно же, не будет такая серая. Ее потом поставить текстуру. Ну, пока выглядит так. Почему-то пока она открывается вот так. То есть, не как раньше сразу, а вот только через меню. Но, скорее всего, потом сделаешь, чтобы она сразу открывалась. Open door. Видите, еще матом, что нету багов. То есть, например, я стану сюда вот. Вот, закрою дверь. Видите, она меня толкает. Это правильно. То есть, это физика. Правильно? А не как раньше в играх были баги. То есть, дверь закрывается сквозь тебя и все. Опа. Красота. Так. Я вот, знаете, что не знаю. Я, может, уже об этом говорил. Я не представляю, как они будут решать проблему третьего вида. Проблема, что можно смотреть сквозь стены. Это проблема всех игров практически. То есть, я, например, подбегу к чему-нибудь дому. Вот стоит чей-нибудь дом, например. Стена дома. И вот так вот камеру сделаю. Я смогу видеть сквозь дом. Видите, получается, по логике. Правильно? Я вижу за стенкой, что происходит. Такого не должно быть, конечно. Это будет нечестно. Это будет влхак. То есть, грубо говоря, уже чит. То есть, видите, мы видим сквозь дом. Но я не знаю, как они будут решать проблему. Может, они сделают, чтобы камера ударялась. И вот так вот дальше не шла. Все. Это самое правильное решение, да? Ну, как они это будут делать, я не знаю. Пока все вот так вот. То есть, мы видим сквозь стенки. Видите? Так же здесь. Видим, где еще стоит. Ну, ладно. Так, что у нас здесь еще есть? Окей, я хотел поставить, посмотреть сам. Можно ли уже ставить на фундамент или еще нет? По-моему, можно уже. Вот, все, наконец-то можно. Раньше, помните, когда мы ставили, да? Предметы, там, костер. Он провалился. О, я хожу сквозь ящик. Это тоже баг. Это исправят по-любому. А вообще бы я сделал, чтобы еще ящик нужно было создавать. Давайте я создам ящик. А, нет, нельзя. Ну, и тогда это открываем, кладем. Да, все лишнее. Закрываем. Все стандартно. Опа. Долговато открывает, конечно. Давайте заберем обратно. Так. Окей. Так, это я вам показал. Печку у нас не получается, потому что что-то нужно для нее еще. Кроме дерева. Что-то нужно. Камень. Ну, его, конечно, долго я буду искать. Вот, сейчас немножко пробежимся. Так, ну все. Это я вам показал все основное, что изменили, да? Опять же, еще многое не добавили. То есть, многое есть в режиме разработчика. Это те же самые пещеры, да? Над которыми работают уже месяцами. Когда их добавят, то уже будем рассматривать все эти пещеры. Еще, по слухам, это не факт. Но, скорее всего, уже делают модель женскую. То есть, можно будет выбирать пол игрока. Мужской и женский. Ну, я считаю, это правильно, конечно. Это правильно. Бегают мужчины и женщины. Так. Нет, это обычная фигня. Это не камень. А нужен камень, который можно добывать. Ну, ладно. Там просто изменили печку. Несущественно. Ну, вот так вот, да. Я вам показал все, что можно было. Так, что же еще можно показать вам? Ну, здесь все то же самое. Видите, пока не сделали перезарядку. При беге стрелять нельзя, как ни странно. Видите, я не могу стрелять. А если летит? Если летит, он стреляет. Так, все стандартное. Разработчики делают огромную работу. Вы не думаете, что они сидят с вожа руки? Нет, они в первую очередь стараются оптимизировать. Например, оптимизируют сервера, да, чтобы не лагало. Я уже говорил, да, что максимальное количество по стандарту будет 500 человек. Вы представляете? На сервере 500 человек. Это такой ад. Это нереально просто ад. Ну, вот выстрелы, да. Опа. Ладно, давайте сейчас еще одну стенку поставим и все. И распрощаемся с вами. Так, что мы поставим? Есть. Мы поставим рейлинг. Давайте поставим. Опа. О, видите, это такой дымок уматный. И звук такой уматный. Еще будет тоже дымок. Опа. Нет, молодцы, уматная. Реалистично, да? Ну, видите, да. Пока третьего лица нету анимации, но они ее сделают 100%. Опа. 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 Та-да. Очень красивые текстуры. Очень красивые. Все, мы прям весь световой день и заняли на обзор. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Комментируйте. Всем пока. Пока. Ой, зеленое пятно. Опа. 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 Продолжение следует...